Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Талдота. Глава, которая рассказывает уже о жизни и Жених Бейцхака, и Ривки. И, наконец, появление уже следующего этапа, мы переходим к нему. Но хотелось немножко вот о чем-то говорить. Человек является в этом мире соединением физического тела и души. Некоторые религии отрицают тело. Некоторые вообще считают, что кроме души ничего должно быть. Иудаизм говорит о том, что это органическое, совершенно невероятное соединение, которое произошло. Бог создал душу живую, соединив ее с несоединяемым, с физическим телом. В этом мире важны не только душа, но и тело. Поэтому есть просто заповеди беречь тело, умываться, если хотите. Отвергать телесность, это отвергать божественность. Мы должны понимать, что Бог все создает в великой мудрости. Раф такой Шлома Вольбе был, приводил интересное сравнение. Так же, как космонавты не могут выжить в открытом космосе, только специально, если одеты в скафандре, так и душа может жить в этом мире, лишь облачившись физическим телом. По сути, скафандр из живой плоти, вот этот, который на нас, без которого существования души, в материальном мире невозможно, это тело. Однако тело это не только оболочка души, не только такой вот скафандрик. Это анатомия тела, это творение человека. Структура тела отображает элементы строения Вселенной. И прямо сказано, что человеческое тело несет на себе печать Всевышнего. Йов писал, как в плоти мое увижу я Бога. То есть человек, изучающий свое тело, может понять, что создано оно великим мастером. Таким образом, каждый может увидеть, что тело изначально было выбрано особым сосудом для святости. И духовности в том числе. Известно сравнение. Ведь вдуматься в это надо потрясающие вещи. 248 органов тела полностью сочетаются с 248 поведительными заповедями. 365 мышц сухожилий с 365 запретительными заповедями. Также много раз мы производим каждое утро что-то, которое светило нас своими заповедями. Поэтому тело связано с душой именно с целью действовать в этом мире ради служения Всевышнего. Вместе с тем, временность одежды мы должны тоже понимать. Когда-нибудь, через 120 лет, мы все снимем этот скафандр. Это как космонавт снимает его на Земле, вернувшись на Землю. Знаете, вот уникальность духовности тяжело увидеть в мире. Есть такие вещи, но, например, уникальное соединение физического и духовного мы можем увидеть на примере свечи. Обычные свечи. Наши мудрецы говорят так, свечи держат в себе нечто более привлеченное к духовному, чем к материальному. Свечи такая вещь, материальная субстанция свойственна в процессе распространения. Истончаться, уменьшаться. Духовным наоборот. Духовное, когда распространяется, увеличивается. При использовании любых материальных вещей, они что делают? Сокращаются в размере и пока совсем не исчерпываются. Например, денег становится меньше, если их тратить. Чем больше ездить на машине, тем меньше бензина. Ешь больше, еда в холодильнике закончится. А вот если человек будет учить других, потому что знает и умеет, то ученики его обретают какие-то знания новые, а сам человек только умнеет. Ничего хуже от этого не будет. Когда вы дарите свою любовь людям, вы от этого становитесь еще более любящим. Даря человеку духовный подарок, не только он приобретает что-то ценное, но и вы ничего не теряете. Именно такой смысл несет в себе заповедь зажигания свечей. Если зажечь свечи вот так вот, одно от другой, то первое по-прежнему будет гореть, и ее огонь никак не уменьшится. Зато, когда будут рядом две гореть свечи, то свет их уже ярче. И распространение света вдвое больше. Порой нам кажется, к чему рассказывают, да? Порой нам кажется, что мы слишком распыляемся или растрачиваем себя. Лишнее время тратим на дружбу, на любовь, на что-то еще. Бывают такие мысли. На самом деле, духовным вещам это не грозит. Чем чаще и больше мы будем делать больше добрых дел в этом мире, тем больше добра вернется к нам. Это закон. Когда вы приобретаете новых друзей, ваши отношения со старыми друзьями не ухудшаются от этого. С появлением еще одного ребенка в семье, любовь в вашем сердце просто увеличивается. Распространяясь и на первого, и на второго. Чем больше вы какого-то учите, тем мудрее становитесь. Наши души содержат неисчерпаемый запас света, который никогда не уменьшится от того, что мы будем делиться. Надо просто научиться делиться в этом мире. Когда человек отдает, он расширяет, духовно он расширяет свою позицию в этом мире. Короче, общее правило, которое Рав рассказал Рав Ильягу Деслер. Общее правило такое. То, что человек отдает, он от этого не теряет. То, что отдал, то твое. Ведь это расширение, распространение твоей личности, индивидуальности. Ибо это дает почувствовать человеку, что часть его самого в его товарищи, в его любимом, еще в чемном. И в этом, вот, это та привязанность, та спайка между людьми, которая называется любовью. Когда ты даешь, ты любишь. Чем больше даешь, тем больше любовь увеличивается. И надо запомнить еще одну вещь. В каждом из нас таится вот нечто такое ценное, чего нет ни в ком другом на земле. Поэтому нам и предписано делиться. Брахава, Ацлаха, хорошей недели, всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...